Чем США грозят другим странам за отказ от доллара? Сколько зарабатывают европейские банки, которые остались работать в России? Почему Турция собирается закупать американские СПГ на миллиарды долларов? По какой причине китайский бизнес отказывается от работы с нашей страной? Какие бумаги в понедельник оказались в лидерах роста на Мосбирже? И как Минцифры решила бороться с навязчивыми спам-звонками? Друзья, приветствую! Это все мы в ближайшие минуты обсудим. Как всегда, с вами Кира Юхтенко. Это ежедневный обзор новостей от InvestFuture. Огромное спасибо всем, кто ставит лайки и пишет хорошие комменты. Если вы еще не подписаны на наш канал, то скорее подписывайтесь. Это очень важно и для вашей финансовой грамотности, и для развития нашего проекта. Друзья, сегодняшний выпуск я хочу снова начать с темы американских санкций. На этот раз угрожают они не только России, но и многим другим странам. Причем как противникам, так и союзникам США. Но тут дело в том, что советники Дональда Трампа сейчас на полном серьезе обсуждают возможные санкции за отказ от доллара. Их могут ввести против стран, которые ищут способы торговать в альтернативных валютах. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, которые знакомы с данным вопросом. Сам Трамп считает, что для США потеря доллара как мирового стандарта – это то же самое, что поражение в самой крупной войне из всех возможных. В снижении глобального доверия к американской валюте бывший, пока что бывший, по крайней мере, президент, конечно же, обвиняет нынешнего главу государства Джо Байдена. Как именно Трамп и его команда хотят наказать страны, которые уходят от доллара, тут вариантов на самом деле много. Разнообразные штрафы, сборы за валютные операции, повышение тарифов, усиление экспортного контроля и так далее. Все очень строго. Теперь о том, кому конкретно эти угрозы адресованы. В первую очередь Трамп, конечно же, намекает на страны BRICS. Еще в прошлом году они начали активно обсуждать не только отказ от доллара в расчетах, но и создание собственной валюты блока. И Трампу это очень даже не нравится. Ну, к тому же в BRICS пригласили крупнейшие нефтяные страны – Саудовскую Аравию, ОАЭ. Ну, а доминирование доллара в торговле нефтью очень важно для сохранения его глобального статуса, что, в общем-то, как бы довольно логично. И при этом вынужденный отказ от международной долларовой системы больно ударит по экономике почти любой страны. Внешняя торговля станет сложнее и дороже, национальная валюта может упасть, может появиться серый рынок и начнется отток капитала. Ну, и к тому же вырастет беспокойство среди инвесторов и населения. Ну, в общем, ничего хорошего получается. Так что Трамп делает ставку на то, что страны побоятся потерять доступ к долларам и не станут лишний раз, так сказать, поясничать. Ну, все-таки даже у могучего Китая около половины международных расчетов идет все равно в долларах и евро. В то же время сам доллар потихонечку теряет популярность. Это объективный факт. Ну, и среди главных проблем можно вспомнить банковский кризис прошлого года, угрозу дефолта в США, гигантский дефицит бюджета и растущий госдолг. Ну, а также жесткая риторика Трампа может только подлить масло в огонь. Ну, страны просто могут понять, что все-таки их операции в долларах жестко контролируются. И при большом желании их можно в любой момент обрубить. Ну, например, выпустить какой-нибудь указ под эту всю борьбу с дедоларизацией. Но это только усилит бегство из доллара по всему миру. В таком случае, если такой сценарий реализуется, то США действительно рискуют потерять статус самого надежного финансового рынка в мире и сами могут столкнуться с оттоком капитала. В итоге стране, которая и так сильно зависит от внешнего долга, станет сложнее и дороже выпускать новые облигации, потому что инвесторы будут скептически настроены и к штатам, и к самому доллару. И это все на самом деле может грозить стране новым витком инфляции и другими экономическими проблемами. Так что Трамп, с одной стороны, конечно, бахвалится, но не знаю, популизм это или все-таки действительно какие-то реальные намерения. Если реальные, то как-то прям опасненько. Как эта вся история может отразиться на российских инвесторах теоретически? Ну, тут, в принципе, все плюс-минус очевидно. Если глобальный доллар начнет слабеть, то и к рублю его курс тоже будет снижаться. Так что можно будет закупиться подешевле перед очередным раундом ослабления рубля, которые, к сожалению, не такие резкие, но все-таки случаются. При этом золото продолжит дорожать, когда под угрозой вся международная финансовая система Амир трещит по швам, многие ищут спасения именно в золоте. Ну, или, например, в серебре, которое вслед за ним тоже имеет тенденцию расти. Ну, а вот перекладываться в криптовалюту, если такая ситуация все-таки вдруг начнет развиваться, я бы сказала, что это не лучшая идея. Если Трамп придет к власти и будет жестко защищать статус доллара, то и крипта тоже может пострадать. Рынок и так уже регулируется все сильнее, ну, а тут давление могут еще усилить. Однако здесь нужно отметить важную деталь. Да, пока звучит это все очень громко и тревожно, но я хочу подчеркнуть, да, что с Трампом по-другому, в общем-то, и не бывает. Поэтому не стоит забывать, что это могут быть просто банальные предвыборные заявления в попытке повысить свою популярность перед президентскими выборами. Ну, и, в принципе, Трампу нужно сначала победить в голосовании для того, чтобы свои угрозы реализовать. И пока что нет уверенности в том, что американцы все-таки дадут второй шанс эксцентричному предпринимателю. Любопытная цифра. Больше 60% российских пенсионеров продолжают работать. Об этом на днях заявила вице-премьер Татьяна Голикова. С одной стороны, это, конечно, плюс для экономики. Да, рабочие руки стране очень даже нужны. С другой стороны, это довольно исчерпывающий ответ на вопрос, можно ли прожить на одну только пенсию. Если вы не можете представить свою жизнь на 15-20 тысяч рублей в месяц, то лучше о плане действий задуматься прямо сейчас, даже в 30 или в 40 лет. Ситуацию можно очень сильно поменять и сделать так, чтобы провести свою пенсию в комфорте, а не в офисе 5 через 2. Если вы, конечно, не хотите продолжать работать. Многие хотят, и это тоже нормально. Сегодня всего за час работы в интернете можно зарабатывать до 5 тысяч рублей, и это на простых заданиях по написанию статей, редактуре или сборке презентаций. Таким образом, в месяц можно рассчитывать на дополнительные 40-50 тысяч рублей, а это уже неплохая база для формирования капитала, в том числе и на достойную старость. Но для этого, конечно, нужно знать, где находить прибыльные задания и как выполнять их быстро и качественно. Поэтому рекомендую посетить бесплатный открытый урок от команды NeuroBoost. Прямо в эфире наш практикующий специалист покажет, как взять свой первый заказ и как успешно с ним справиться. Ну а после эфира вам останется лишь повторить уже готовый порядок действий и получить свои первые 5 тысяч рублей на фрилансе. Это абсолютно реально. Так что, друзья, записывайтесь на открытый урок прямо сейчас, чтобы как можно скорее начать зарабатывать удаленно и спокойно формировать капитал. Ссылочка для регистрации в описании к этому видео. Ну а мы с вами давайте не будем далеко уходить от темы санкций, но посмотрим на нее сейчас немного с другой стороны. В последнее время все чаще звучат разговоры о том, что антироссийские ограничения приносят Западу, ну, едва ли не больше проблем, чем самой России. Ну а зарубежные бренды, которые ушли из нашей страны, понесли огромные убытки, в отличие от тех, кто все-таки принял решение на свой страх и иск остаться. Ну вот, к примеру, в марте агентство Reuters писало, что иностранные компании, которые покинули Россию, потеряли более 107 миллиардов долларов в виде списаний и упущенных доходов. В то же время издание Financial Times накануне рассказало о том, сколько зарабатывают крупнейшие европейские банки, которые продолжают в России работать. Вы удивитесь, но оказалось, что втрое больше, чем до санкций. Совокупная прибыль семи зарубежных банков в России за прошлый год составила 3 миллиарда евро. И при этом суммарно они заплатили в российский бюджет 800 миллионов евро налогов. И это, если что, в четыре раза превышает результат 2021 года. В рублях по нынешнему курсу получается в районе 80 миллиардов. То есть это больше годового бюджета Краснодара. Более половины отчислений пришлось на австрийский Райфайзенбанк. И, кроме того, российскую казну продолжают пополнять итальянские банки Интеза, Сан-Паулу и Юникредит, немецкие Каммерсбанк и Дойчебанк, ну а также нидерландская ING Group и венгерская OTP Group. Они все тоже продолжают работать. Financial Times при этом подчеркивает, что эти банки являются примером иностранных компаний, которые помогают России поддерживать ее финансовую стабильность, несмотря на то, что западные ограничения усиливаются. И при этом иностранные кредиторы в России только выиграли от того, что под санкции попали некоторые российские банки, потому что у них почти не осталось конкурентов, у которых есть доступ к международным платежным системам. И вот именно поэтому привлекательность западных банков, которые работают, продолжают работать в России, сильно выросла. И это, собственно, отлично видно по динамике их доходов. Такая вот любопытная тенденция. Любопытно, что пока одни международные компании решили с Россией продолжать работу, другие, наоборот, эту работу постепенно сворачивают. По данным Reuters, китайский бизнес начинает отказываться от торговли с нашей страной. Это все из-за проблем с платежами на фоне угрозы вторичных санкций от США. Агентство опубликовало историю некой компании, которая зарегистрирована в провинции Гуандун. Она открыла счета в семи разных китайских банках, но все они отказались проводить операции с российскими компаниями. Владелец компании заявил Reuters, что вести дела с Россией сейчас просто не имеет смысла. Но, мол, получить платежи практически невозможно. Это сильно удлиняет дебюторскую задолженность и в результате ухудшается финансовое положение бизнеса. То есть это вот такая история из реальной экономики. Пока платежи из России все еще принимают небольшие сельские банки на северо-востоке Китая, которые, как правило, расположены недалеко от границы с Российской Федерацией. Но теперь бизнесменам приходится месяцами стоять в очереди, чтобы открыть там счета. И представители рынка полагают, что в будущем сделки между Китаем и Россией все чаще будут проходить уже по таким неким теневым каналам. И вот на этом фоне достаточно неприятно выглядят свежие новости из Турции. А это еще один важный торговый партнер России. Анкара ведет переговоры с американской компанией ExxonMobil о долгосрочных поставках сжиженного газа. Речь идет о сделке на миллиарды долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на турецкого министра энергетики. Издание отмечает, что таким образом Турция хочет сократить свою зависимость от поставок энергоносителей из России. При этом есть ощущение, что Анкара буквально специально вывела эту информацию в публичную плоскость. Таким образом она может добиваться более комфортных условий по новым долгосрочным контрактам с Россией. Действующие заканчиваются уже в следующем году. И вот, возможно, это такой элемент переговорной позиции. Сейчас около 40% газа, который Турция потребляет, поставляется из России по трубопроводам. И при этом у США страна собирается покупать по 2,5 миллиона тонн СПГ в год. Это около 7% годового потребления. Ну, то есть полностью заменить импорт из России Турция при всем желании, даже если оно вдруг и есть, не сможет. Но вот сам факт того, что Анкара решила подстраховаться и найти других долгосрочных поставщиков, он, конечно, немножко заставляет задуматься. Ну, как минимум, мы понимаем, что это может быть негативом для акций российских газовиков, особенно для Новотека, который так отчаянно борется с США за рынки сбыта. Что на фоне санкций становится делать все сложнее, как мы понимаем. Но пока получается. Ну, раз мы заговорили об акциях, давайте быстро пробежимся по новостям российского рынка. 29 апреля индекс Мосбиржи продолжил рост и за день около 0,3% прибавил. Это уже четвертые торги подряд, которые заканчиваются в плюсе. И это, конечно, не может не радовать, потому что мы за индекс Мосбиржи болеем. Поддержку индексу в понедельник оказывала ослабшая немножко российская валюта. Доллар на бирже стоил 93 рубля, евро больше сотки. И при этом цены на нефть пошли вниз. Но это не помешало росту. Причем как широкого рынка, так и конкретно акции нефтяника. Большинство из них окрасили в зеленый цвет. Ну, а бумаги лукоила дыка вообще обновили очередной исторический максимум. Но, правда, тут свою роль, вероятно, сыграли финальные дивиденды за прошлый год, которые в пятницу утвердили. Я предположу, что нестандартную динамику можно объяснить низкой ликвидностью на рынке. Но все-таки на дворе майские праздники, обороты торгов у нас маленькие. И сдвинуть цену акции в ту или иную сторону гораздо легче. Ну, например, бумаги РУС, нефти в противовес остальному сектору у нас подешевели почти на 5%. И при этом никаких значимых новостей от компании мы не видели. Еще один вариант инвесторов очень порадовала новость о том, что танкеры Совкомфлота возобновили поставки в Индию. После того, как компании ее суда попали под санкции США, индийские НПЗ стали опасаться работы Совкомфлота. Но, по данным СМИ, в апреле Индию посетили американские чиновники, которые заявили, что Вашингтон хочет стабильности на нефтяном рынке. И вот поэтому Индия может не сокращать импорт российской нефти. Ну, в общем, проблемы с поставками черного золота за рубеж, как мы видим, постепенно решаются. Это, конечно, позитив в целом для нефтегазового сектора. И для Совкомфлота, кстати, тоже. Поэтому его акции завершили понедельник, как мы видим, в плюсе. В лидерах роста среди компаний, которые входят в индекс Мосбиржи 29 апреля, оказались бумаги Россетей. Причина – сильный отчет по РСБУ за первый квартал, который компания опубликовала накануне. Чистая прибыль составила около 135 миллиардов рублей, и это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года, получается. В дальних эшелонах в понедельник выстрелили бумаги GlobalTrack, которые прибавили более 16%. Это, вероятно, также реакция на свежий отчет компании по МСФО. За 2023 год GlobalTrack нарастил чистую прибыль почти в 9 раз до 882 миллионов рублей. Не путать, пожалуйста, с GlobalTrans. В то же время список аутсайдеров у нас возглавили акции Мечелла, хотя новостной фон для компаний и других угольщиков довольно хороший. Власти все-таки решили отменить пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита. Мера будет действовать с 1 мая по 31 августа. Кабмин отмечает, что это решение направлено на поддержку угольной отрасли. И при этом эксперты считают, что кардинально эта ситуация все равно не изменит. Цены на уголь падают, и производство становится убыточным. Но, тем не менее, бумаги распадской отреагировали на отмену пошлины ростом, хотя и не особенно большим, но тем не менее. Ну и в конце рыночного блока я вам напомню о нашей подборке для пассивного дохода. Мы с командой подготовили для вас топ бумаг, которые будут каждый месяц приносить вам пассивный доход с дивидендов и купонов. И для этого не нужны миллионные вложения. Начинать можно с самого малого. Ну и, например, покрыть пассивным доходом свои ежемесячные расходы, ну скажем, на ЖКХ. Уже через несколько лет его, возможно, хватит и на все остальные ваши нужды, если вы будете прилагать для этого регулярные усилия. Ну, в общем, переходите в канал Ивстокс по QR-коду на экране или по ссылочке в описании. И начинайте формировать свой пассивный доход уже сейчас. Подборка будет вас ждать в закрепе. Помните, когда вы можете, грубо говоря, потрогать деньги, которые вы инвестируете, это очень помогает не терять мотивацию. А для того, чтобы делать это, опять же, регулярно, мотивация, конечно, очень важна. Друзья, теперь давайте мы поговорим о том, что, скорее всего, нас всех объединяет. И речь идет о навязчивых спам-звонках с рекламой. Это просто какой-то ужас. Какими бы разными мы не были, но я уверена, что вас тоже это раздражает. Все вот эти самые выгодные предложения, заранее одобренные кредиты, супер-акции специально для вас. И вот все в таком духе. Так вот, как бальзам на душу, недавно тут пришли новости от Минцифры. Власти планируют законодательно запретить такие вот рекламные прозвоны. Глава ведомства Максут Шаадаев отметил, что у россиян уже выработалось, цитата, очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам. Ну, и тут я прям полностью согласна. Вообще, ситуация такая довольно интересная сложилась. С одной стороны, спам-звонки у нас и так вроде бы запрещены. За это даже предусмотрены очень серьезные штрафы. От 20 тысяч для физлиц и до миллиона для юридических. Но, как отмечают юристы, не все россияне внимательно следят за тем, чтобы случайно не дать свое согласие на получение рекламы в таком вот виде. И некоторые этим активно пользуются. Теперь же, видимо, подобные действия для продавцов хотят полностью запретить. С чем я нас всех и поздравляю. Хотя, конечно, обещать это еще не значит жениться. И нужный законопроект еще не готов. Но, по крайней мере, власти уже публично о таких планах заявили. Ну, я правда считаю, что это как бы будет правильная мера, которая немножко облегчит жизнь. Уже я уже просто не могу даже телефон просто в руки брать. Мне постоянно кто-то звонит и что-то предлагает. При этом нередко подобными обзвонами и мошенники тоже занимаются. Они вообще не гнушаются любыми способами зацепиться за потенциальную жертву. Ну, вот, например, через фейковые приложения банков. Тут издание «Известия» пишет, что за последний год число таких программ выросло аж на четверть. И таким образом аферисты пользуются блокировками настоящих приложений российских банков со стороны западных площадок. Apple Store, Google Market и так далее. Так что, друзья, внимательно следите за новостями, чтобы на такие вот подставы не попасться. Если вам предлагают какое-то приложение скачать, вы перейдите на сайт банка, лучше позвоните в поддержку, уточните, проверьте информацию. Кстати, в банковской сфере борьбу с мошенниками сейчас планируют тоже усилить существенно. Ну, вот, в частности, НСПК хочет, значит, ужесточить штрафы за нарушения в этой области, которые связаны с картами МИР. И речь тут о штрафах для банков, конечно же. Так оператор стремится замотивировать банки вкладываться в совершенствование своих антифрод-систем. Я напомню, что это такой инструмент, который, грубо говоря, распознает и прерывает мошеннические звонки, ну или какие-то другие действия аферистов. Антивирус от обманщиков такой, да, получается, если угодно. Сейчас штрафы идут от 50 тысяч за первое нарушение и до миллиона за четвертое. И вот теперь НСПК хочет их сильно так приподнять, насколько именно пока не сообщается, но известно лишь, что это может произойти во втором полугодии. Ну, в любом случае, друзья, мы должны с вами и сами внимательно за своими финансами следить. Системы защиты хоть и эффективны, я надеюсь, но не завершенны. И вот тогда последним препятствием между мошенниками и нашими деньгами остается только лишь наша собственная бдительность. Об этом не забывайте, берегите себя и свои финансы. Ну и напоследок, друзья, я говорила, что я хочу в своем телеграм-канале теперь раз в неделю рассказывать про одну акцию, которую я купила, чтобы и себя мотивировать регулярно инвестировать, потому что что-то я стала в последнее время забывать, и вас тоже мотивировать. И вот как раз сегодня я сделала первую покупку и про нее рассказала. Ссылочка на мой телеграм в описании к этому видео есть, переходите, читайте. Индивидуальной инвестиционной рекомендацией не является, но уверена, что многим будет полезно, потому что мои подписчики прям очень голосовали за то, чтобы мы эту тему вернули. В описании ссылочка. Друзья, на этом сегодня у меня все. Вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Все полезные ссылки в описании. Лайк, если видео понравилось. Если вдруг вы еще не подписаны на наш канал, подписывайтесь, потому что здесь выходят ежедневные новости из сферы экономики и финансов, обучающие видео и много всякой пользы. Всем пока, до новых встреч. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Субтитры сделал DimaTorzok